Сыро Ешкин Евгений Анатольевич, 25.02.1998 года рождения. Военнослужащий национальной партии Украины, воинская часть 38-18, солдат, звание солдат. Именно наше подразделение в первый день войны потеряло почти всю бригадную тактическую, батальонную тактичную группу. Настрой на шар у нашей армии сразу упал, потому как мы первый день войны, 24 числа, мы не знаем, что начнется война, мы понесли большие потери. И мы в остатках нашего подразделения катались с Донецка сюда. Я как солдат, нам не доводили информацию, но мы с пацанами понимали, что нам скоро, нас всех поубиваем. Потому как уже в рубежном ваши войска наступали, и мы только в радиостанции слышали, что у нас 200-е, 200-е, 300-е, оторванная рука, нога, не было даже пункта эвакуации, потому как скорая машина не могла подъехать. Желание противостоять российской армии есть? Вот на данный момент подразделения в вашем? Уже мало. Ты же все равно видишь разрушенные города, каждый день убивает огромное количество мирных людей. Вина вот этого всего на ком она лежит, по твоему мнению? На командование. Ну, на правителях Украины. Люди гражданские нам говорили, мы не хотим войны быть. Мы тоже, мы тоже, ну, у нас много пацанов, так скажу по правде сейчас, у нас много пацанов, которые просто не хотели воевать уже, просто не хотели уйти, уйдете, застрелим, вот. А тут получилось, что они сами, ну, за командира своего, скажу, наворовал, вот, все это видели, что он воровал. Вот, в квартиры, которые они занимали, там они воровали, и воровали очень много, воровали золото с жмениями, и воровали и телеки, и плазмы, и на этих пикапах, и они кинули нас, и уехали. Не знаю, как, куда-то мы не уехали, но тыловой пункт управления находится в городе Лисичанск. Это, что я знаю. Россия мощь! Ахмат! Сила! Ахмат! Сила!